Я сегодня расскажу про backend вконтакте. Много всего. Много всего пробежимся по верхам. Как это устроено, на чем написано, как деплоится и прочее. Но сначала представьте ситуацию. Вы взяли колоду карт. Помешали, вот так хорошенько-хорошенько помешали. Берете верхнюю красную. Следующую. Опять красную. И опять, и опять, и опять красную, красную, красную. Половину красную вытащили. Половина осталась черной. Как думаете, какая вероятность такого события? Как устроится к нам с первого раза? Почти. Примерно такая. Да, 1 на 10 миллиардов. Это очень маленькая вероятность. Что такое 1 на 10 миллиардов? Да, это примерно как устроится к нам с первого раза. Это примерно как выиграть в лотерею миллион долларов сегодня. Даже не участвую в ней. 1 на 10 миллиардов, но вот допустим, вероятность того, что метеорит прилетит сейчас сюда. Мы не боимся метеорита. Мы в принципе по жизни думаем, что такие вероятности невозможны. Мы их не анализируем, иначе мы просто не жили и только думали о том, что что-нибудь может произойти. Каждую секунду у нас на продакшене происходит какое-то событие, вероятность которого такая, 1 на 10 миллиардов. Я сейчас расскажу много всего про backend ВКонтакте, его устройства и прочее, но давайте держать в голове, что несмотря на устройство повествования, каждую секунду происходит что-то, что мы никак не можем предсказать. Говоря в принципе про ВКонтакте, на самом деле у нас большой сервис, где все как у всех. Тоже есть фронты, NGINX, которые принимают запросы от пользователей, статику там раздают. И, кстати, чаще всего мы используем не HTTPS, а QUIC. Это протокол такой over-UDP, если кто слышал. Тоже храним данные, только ни в Postgres, ни в мускуле. У нас там собственные движки, собственные базы данных написаны. Но речь пойдет сейчас не про это, а про backend. Про backend на KPHP. Мы рассмотрим, как он разрабатывается, какими тулами мы пользуемся, как деплоится, как мы за ним следим на продакшене. И в принципе поговорим про highload. А в конце я расскажу как раз из своей практики несколько вещей, вероятность которых я не мог предсказать, но они случились. Начнем с разработки. Если вдруг кто не знает. Увидел PHP, ушел. Если вдруг кто не знает. Весь вконтакте, на самом деле, весь backend абсолютно написано PHP. Один большой гигантский монолит, скорее всего, это самая большая PHP кодовая база в мире. Примерно 9 миллионов строк. Но на продакшене мы работаем не так. На продакшене у нас KPHP. Это компилятор. Наш язык, компилятор, который берет всю нашу PHP кодовую базу, переводит в плюсы. Плюсы компилируются и плюсы работают. PHP много. Плюсов тоже много. Примерно 200 тысяч файликов у нас получается. Огромный такой бинарный, стрипанный полтора гига. И подобная компиляция дает нам относительно PHP скорость, типа ускорение примерно в 10 раз на реальном сайте. На синтетических тестах KPHP дает там от очень мало до 70x. В реальности примерно 10. Поскольку это большой PHP проект, то разработчики его и пишут, как PHP проект. Сидят в PHP шторме. И примерно, как у всех на бэкэнде, большие PHP проекты, точнее, большие в принципе проекты локально не запускаются. То есть у каждого разработчика есть где-то там контейнер на дев-сервере. На обычном PHP запускается VK-ком при разработке. То есть реально у каждого разработчика есть собственный VK-ком, который он может писать. Он может… То есть он пишет файлик, короче, бэкэнд, заливает файлики по SFTP и сразу же работает. Никакой компиляции, ничего нет. Это очень удобно. Там же в терминале он может, допустим, сделать KPHP-шную версию сайта, которая просто работает быстрее и там потестить всякие корнер-кейсы. Храним и все, понятное дело, в GIT. Огромный GIT-репозиторий. Примерно 800 тысяч коммитов там на данный момент. Понятное дело, что вот мы пушим с контейнера, чтобы там проходили всякие хуки, линтеры и прочее. Пулем также вот типа сначала на контейнер, потом локально это попадает. В целом схема стандартная, ну то есть всегда ты типа пишешь код, где-то в какой-то песочнице он запускается, какие-то там хуки проходят, и у тебя код улетает дальше. Однако для того, чтобы, скажем так, немножко сгладить и упростить работу с этим, мы впишем всякие плагинчики для IDE. К примеру, у нас есть плагинчик для php-шторма, называется AdamStorm, в которой вот по факту скрыто наличие этого контейнера. Ты прям в IDE, в обычном php-шторме, можешь делать пуш, а он только делает сквозной. Делаешь пул, к примеру, он там сначала на контейнер, потом к тебе слить за состоянием веток, и на самом деле он много чего делает. Его мы, кстати, даже выложили в open source не для того, чтобы им кто-то пользовался, а для того, чтобы кто-то, если решит сделать для своей компании тоже какие-то плагинчики, которые автоматизируют что-то, мог подглядеть, как мы это сделали. Потому что когда мы делали всякие разные плагины, нам некуда было смотреть. Мы сидели там, дезассимулировали Java, кучу всяких разных там кейсов выискивали, просто выложили, чтобы можно было грепать по исходникам. В общем, разрабатывается это как большой php-проект, просто гигантский. Однако деплоится это уже не как php-проект, а по-другому, потому что работает не на php на самом деле. Но все-таки для разработки мы используем обычный php-шторм, то для деплоя мы используем обычный TeamCity. Обычный TeamCity, в котором запускаются всякие разные пайплайны, тесты там гоняются, статика собирается, к php собирается, что-то там еще делается. В общем, сборка, деплой. Что интересно, если посмотреть на то, как бегают наши пайплайны, точнее по этапам, что быстрее, что дольше, весь бэкэнд, огромный-огромный монолит, php собирается минуты за три, ну максимум пять, а статика, статика компилится 20-30 минут. Я надеюсь, что все фронтендеры отсюда ушли. Блин, почему? Я не понимаю, почему на фронтенде все так плохо? Почему? Это типа камень не в наших фронтендеров, не в их огородах. Они наоборот делают, чтобы вместо 60 минут там было 30, к примеру. А в принципе сделать несколько CSS-ок, JS-ок, там веб-пак запустить, что-то фантом, JS, галп и так далее. Капец, это так долго. 9 миллионов строк кода, к php, там сложные технологии, распределенные 3 минуты, 3 минуты на вот такой гигантский бинарник. Все готово. 30 минут на статику когда-нибудь я не выдержу. Я напишу сборщик статики нормальный, чтобы вот эти пайплайны все не ждали. А пока я расскажу, почему у нас так быстро вообще все устроено. Итак, мы поняли, что это огромный php-репозиторий, гид, под гидом хранящийся, то есть типа все, у нас есть код. Как он, что с ним происходит дальше? Понятное дело, его надо, как я говорил, есть kphp, который его переводит в C++. То есть для того, чтобы это выложить на продакшн, сначала мы его переводим в плюсы, потом эти плюсы надо скомпилировать в бинарничек. На самом деле плюсы, вот такого количества объема плюсов тоже скомпилировать в бинарник непросто. У нас есть такая штука, которую я писал на OCC, распределенный компилятор, я его даже в open source выкладывал, на хабре писал, тоже выступал. Это штука, которая не имеет отношения ни к php, ни к kphp, а просто предназначена для того, чтобы делать объектники из плюсов в промышленных масштабах. Вот она работает очень быстро, распределенно, все дела. Когда у нас получился бинарничек, ну в целом, как и в любых больших проектах, мы не можем взять и выкатить его сразу на продакшн. Это просто плохая очень практика. Чаще всего есть вот какие-то зоны, зоны раскатки. У нас эта зона раскатка называется staging. Типа мы берем бинарник, выкатываем примерно на 1% серверов, то есть примерно на 1% аудитории. Казалось бы, это, наверное, немного, но по факту это почти миллион человек в реалтайме, ну чуть меньше на самом деле, население как бы небольшого города. И вот он выкатывается на staging. Получается, что у некоторых пользователей появляется новая, ну скажем так, новый код php-шный. Следим за графиками, примерно 15-20 минут, что никакие графики на staging аномалии не происходят. И потом надо вот этот бинарничек задеплоить уже на весь продакшн, на 10k серверов. Но опять-таки задеплоить большую кодовую базу или большой бинарник в нашем случае на кучу серверов, это тоже непросто. К примеру, у нас для того, чтобы деплоить на такое количество серверов, есть штука, называется gossip replication. Gossip – это сплетня по-английски. Это как торрент работает. Типа один сервер копирует на другой, потом они два, на еще два и так далее. Вот, короче, как торрент, как сплетня, оно распространяется. Доезжает в итоге до всех серверов. Потом надо перезагрузить, типа потушить старый бинарник и вместо него запустить новый. Но опять-таки, это тоже непросто, потому что в каждый момент времени бинарник, ну, то есть kphp текущий, обрабатывает кучу-кучу запросов параллельно. Там запущены процессы, веркеры всякие и прочее. Мы не можем просто взять, все остановить и потом запустить. Вместо этого там используются всякие хитрые механизмы по типу того, что вот старый бинарник работает, продолжает обрабатывать запросы, рядышком поднимается новый. Они общаются там через шареную память, через всякие там SCM writes, перекидывают через UnixSocket дескрипторы всякие, E-Pol, коннекшены и прочее. Вот старый в новый прям напрямую. И потом старый постепенно начинает умирать, новый постепенно начинает рождаться, запускать процессы, старый тушить процессы. И вот происходит это примерно там секунд 15, 20, 30 минута в зависимости от. И потом, наконец-таки, типа процесс стартует, запускает всех своих веркеров. И когда это все произойдет, вот тогда, когда пользователь набирает в каком адресном строке, он попадает на какой-то engine-совый фронт, который отправляет его балансить на какой-то KPP-шный бэкэнд, который берет какой-то свободный веркер, и вот этот веркер уже обрабатывает тот PHP-код, который был изначально написан разработчиком и отдает ответ пользователю. Вот так это диплоится на продакшн. А что происходит на самом продакшне? Потому что, опять-таки, ну окей, в любом большом проекте должны быть средства мониторинга, то, что называется observability и прочее. Потому что VK – это все-таки большой проект, high load, куча нагрузки, куча данных и прочее. Надо за этим как-то следить. Тем более мы помним, что у нас свои собственные движки, базы данных, собственный даже сетевой протокол и прочее. Понятное дело, что KPP пишет там всякие логи, метрики. Тоже примерно так, как это хочется делать везде. Но, опять-таки, как везде, делать не получается. К примеру, те же самые логи продуктовые. Они пишутся в ClickHouse. Но в ClickHouse на самом деле писать нельзя. Когда у тебя такое количество данных, просто так напрямую из бэкэндов писать вообще никуда нельзя. Там есть специальные у нас типа proxy, reverse proxy, так чтобы логи в конечном итоге уже доезжали до ClickHouse. Мы пишем метрики. Ну вот те самые всякие графики, всякие разные продуктовые и всякие серврачные, железные. Но, опять-таки, когда ты хочешь записать примерно со всех бэкэндов примерно 500 миллионов метрик в секунду, то ты не можешь пользоваться стандартными средствами. У нас есть там собственная разработка SaaS House, которая умеет их по умному сэмплировать, по умному доставлять также на каждом сервере графа на NetData, чтобы смотреть его состояние. В общем, тоже все достаточно сложно. Трейсинг, типа, всякий там OpenTelemetry, Jagger мы использовать не можем, потому что не выдержит это ни той нагрузки, ни тех потребностей, которые нам нужны. Поэтому я писал трейсинг в KPHP, который там работает очень хитро на уровне бинлогов, практически без оверхеда. Какие-нибудь там рантайм ошибки мы в итоге доставляем типа пишем в центре, но, опять-таки, в центре мы писать не можем, потому что нельзя писать с бэкэнда в центре на самом деле. Там есть всякие разные пайплайны, как он доходит в итоге до центре, чтобы при всяких разных спайках ошибок и всплесках недоступности не заваливало, чтобы можно было, короче, подпихнуть где-то костыли и подпорки, чтобы это не ушатывалось именно в момент, когда что-то идет не так. На этом моменте вы скажете, так это, понятное дело, вам приходится вон велосипедить, какие-то что-то там изобретать, вот взяли бы там гошку, взяли бы что-нибудь нормальный, короче, делать, все бы из коробки работало, да? Любимая моя тема. Давайте немножко по этому поговорим. Потому что после любого моего выступления под любым моим постом примерно такие комментарии. Вместо синенького можно подставлять что угодно. Допустим, вот так во всех вариациях это дело встречается. Давайте, короче, на самом деле на самом деле я действительно не понимаю как как вообще мы могли бы существовать и как вообще мы могли бы работать и разрабатываться сейчас, если бы мы были не на PHP. PHP это офигенно удобно. Язык простой, тупой, как пробка. Там ничего нет. Идеальный язык для бизнес-логики. Идеальный язык на самом деле, чтобы быстро что-то прототипировать и выражать мысли. Интерпретируемый язык это очень удобно. Кто-нибудь пробовал поддерживать кодовые базы гигантские на компилируемых языках? Гигантские, небольшие, а именно гигантские? Невозможно. Если после каждого изменения маленького надо что-то компилировать и ждать, невозможно. Если хочется на плюсах, если кто-то думает, что на плюсах можно писать бизнес-логику, это тоже неправда. PHP очень удобный для бизнес-логики на самом деле, для своих задач, когда ты ему чертишь скоуп того, что он может и то, как ты ему доверяешь. Удобный туллинг, удобная IDE-шка и главная интерпретируемость. Заливаешь файлики и готово, тебе ничего не нужно компилировать, разработка очень удобная. А на продакшене, да, мы это дело компилируем и там это просто быстро работает. Ну, помимо обычных PHP вещей, у нас есть там всякая синхронность, собственный рантайм, шифрование и прочее. короче, вот то, что мы хотим ускорить, мы это, понятное дело, пишем там какие-то low-level вещи, а бизнес-логика это вся PHP-шная. Ну и более того, мы же влияем на этот язык, то есть мы можем его как-то расширять, мы можем типа делать, к примеру, PHP строго типизированный, мы там добавили модульность, у нас есть плагин для IDE-шки, который PHP специфик вещи подсвечивает и прочее. В общем, это офигенно удобно. И вообще, на самом деле, вот такое, самая главная ошибка начинающих разработчиков, вот как бы первая ошибка начинающих разработчиков заключается в том, что они думают, что язык это главное, язык это вообще не главное, абсолютно не важно, на чем ты пишешь, потому что ты решаешь задачи. А вот нулевая ошибка начинающих разработчиков, они считают, что их задача это писать код, хотя на самом деле задача не писать код, когда ты работаешь Работаешь в гигантских проектах, ты занимаешься кучей всяких разных вещей. Ты должен обладать таким большим количеством компетенций. И ты код на самом деле в своей непосредственной работе, как продуктовый разработчик, пишешь процентов 5 своего времени от силы. Процентов 50 ты его читаешь, чужой код. А все остальное время ты занимаешься тем, что ты думаешь над тем, как правильно данные организовать, как правильно это дело мерить над всякими экспериментами, как плавно раскатывать, как за этим следить, мониторить, как сделать так, чтобы ничего не утекло, не удолбало и прочее. Тут, наверное, показательно будет какой-нибудь такой пример, потому что я могу про каждый пункт рассказывать очень долго, время у нас ограничено. Вот такой, скажем так, скажу в высокоуровневую такую фразу, что на самом деле любой проект, вообще неважно какой, через два года он либо превращается в легоси, либо умирает. Других вариантов нет. И если ваш проект не умер, тогда там точно сменится штат разработки, сменятся паттерны и подходы. Будет куча легоси-кодов, в котором никто не разбирается. И это все надо поддерживать, обеспечивать обратную совместимость и прочее. Вот со мной в кабинете работает из другой команды человек, тоже Саша зовут, кстати, такой спокойный, рассудительный. Я ему иногда говорю, а тебе как бы, типа у тебя ничего не тянет, что тебе надо на PHP писать. Он такой типа, ха, я там-то поработал, там-то поработал, там все везде одно и то же, потому что тебе надо думать над тем, как это работает внутри, тебе надо это все поддерживать, тебе это надо все эксплуатировать. Вообще, независимо от языка, тебе надо всегда заниматься другими задачами на самом деле. Язык – это очень маленькая часть того, что тебе нужно знать и с чем ты имеешь дело в реальной жизни. И в конце, помните, я с чего начинал? С того, что говорил про то, что у нас на продакшене случаются такие вещи, которые мы не можем предсказать постоянно. Я приведу три примера из своей практики, недавней. Что у нас происходило и как мы с этим делом боролись. Первый пример будет про LLD. Кто не знает, LLD – это линковщик плюсовый, который линкует объектники в финальный бинарничек. То есть, помните, у нас типа из PHP плюсы, из плюсы в объектники, а потом объектники надо слинковать. Вот линковка – это LLD. LLD – это такой линковщик, известный стандарт. Де-факто им пользуется весь мир. И вот как-то, значит, где-то это было полгода назад, может чуть больше, в икоком, значит, собирается, 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 постоянно там пайплайны в TeamCity бегают, и тут раз – красный пайплайн, еще красный, еще красный, и пошли вот так вот красные пайплайны. Типа сборка остановилась. То есть в икоком работал, он просто перестал собираться. Причем перестал собираться с какой-то ошибкой LLD. Ну сразу пишут мне, типа звонят, говорят, ты же там что-то компилируешь, давай разбирайся. Я смотрю, ну типа скачиваю логи, смотрю, какая-то вообще непонятная ошибка LLD падает в корку и ничего не может слинковать. Эта ошибка никак не гуглится, она ни у кого никогда не встречалась, что-то пошло не так. Я, ну типа, я пытался разобраться, я три ночи пытался разобраться честному, в сборке не работали, мы привлекали там каких-то плюсовых специалистов, даже нашли коммит, после которого все ломается. Обычный маленький коммит в PHP код, несколько строчек меняются местами из-за валидной PHP, валидные плюсы, валидные объектники, но где-то вот на стыке binutils или чего-нибудь, там, галлипсешного рантайма, начал корриться LLD. Я ничего не мог сделать, вообще ничего. А потом, через три дня, внезапно починилось само. То есть просто пайплайны стали зеленые. Я так и не понял, что произошло. Ну то есть, код, ну типа, там произошла какая-то магия, вот что-то такое, с чем никто никогда не сталкивался. Может быть, там два в какой-то степени были по границам какие-то размеры секции, может быть, что-то такое, но то есть то, с чем никто никогда не сталкивался. А код-то продолжал писаться, и вот эта магия, он просто не собирался, но как бы разработчики коммитили, разработчики пушили. И вот та магия, которая отломалась, она потом магическим образом починилась. А главное, я же не могу там, не знаю, отправить это кому-нибудь в GitHub issues, прикрепить бинарничек наш, полуторагиговый, продакшеновский, сказать там пацаны из LLD чекните, плюс что-то не собирается у нас. И я просто знаю, что если такое еще раз произойдет, у меня нет ответа, оно перестанет собираться, и единственный мой совет будет, продолжайте писать код дальше, потому что потом оно само, наверное, починится. Следующая история про NoCC. Это вот как раз наш компилятор, который распределенный компилятор из плюсов в объектнике. Идеальный проект на самом деле. Я его писал-писал, месяца три или четыре писал, одним коммитом запушил, мы его запустили и работает. Работало год. Вот просто вообще никаких, ничего не происходило, а потом перестало. Просто само через год. Точнее, не совсем перестало, а начало выдавать там кучу ошибок, и компиляция очень сильно замедлилась. Опять меня, значит, вызванивают, говорят, что-то там у тебя не собирается. Я смотрю, я уже даже забыл, как это устроено. Типа, да, просто происходит куча ошибок, само по себе. Говорят, чини, но я-то понимаю, что я ничего не ломал, и вообще никто уже целый год ничего не трогал. И, наверное, там что-то произошло, но что и как, непонятно. Отбросил все дела, потому что, ну, пользователи-то страдают, разработчики собирать ничего не могут почти. Начал, значит, вставлять логи какие-то там дебажные, раскатывать новые версии. И что оказалось? Вот, типа, работают серваки. Каждый раз, когда запускаются клиенты, типа, клиент подключается к серваку, сервак под этого клиента создает пустую папочку, чтобы складывать файлы, куда он будет там, значит, где компиляцию будет делать. Так вот, когда происходил коннект, сервак шел создавать пустую папочку, и вся система зависала на несколько секунд. Вот просто непонятно. Исполняется там, видно, что системный syscall идет на создание папки, и все, система виснет. Мы подумали, может быть, что-то там, допустим, с хардами. Взяли, типа, зашли на какой-то сервак, запустили стресс-тест хард диска, сервак умер, больше не встал. Ну, поняли, да, что-то с хардами, значит, ну, значит, видимо, надо харды менять. Пишем в эксплуатацию, поменяйте харды, они действительно очень старые, уже произносились. А нам говорят, нет, нельзя, физически невозможно, потому что у серваков нет нужных разъемов, чтобы вставить новые харды, свежие. Понятное дело, что надо бы по-хорошему заказать оборудование, сменить серваки, но пользователи-то уже страдают, как бы, что сейчас делать? И быстрее всего было то, что я пошел на две недели и начал писать интеграцию NoCC с TMPFS для того, чтобы обеспечить компиляцию в памяти, короче, чтобы вообще хард диски не насиловать. Но в будущем, понятное дело, надо просто оборудование сменить, да и все. Хотя вот сейчас TMPFS работает, и вроде как тоже не надо менять, может и не сменим, потому что зачем. И третья, последняя история, это про JetBrains. Я рассказывал, что у нас есть плагины для IDE, которые мы пишем, распространяем среди разработчиков для того, чтобы там с этими контейнерами лучше работать, для модульности, для KPHP и прочее. Короче, IDE-шные плагины. Мы их, понятное дело, заливаем в JetBrains Store для того, чтобы разработчики их качали, ставили их себе в IDE. Однако с конца прошлого года к нам приходит письмо, что вот JetBrains больше не может сотрудничать с компаниями из России, поэтому нельзя заливать туда свои плагины. А мы же как бы их понаписали, и как-то надо их распространять. Что мы тогда сделали? Мы тогда пошли, как обычно, за реверс или комьюнити эдишн, за реверс или протокол, по которому она общается между вот этим своим стором и IDE-шкой. Написали сервак рядышком, который мимикрирует этот протокол, то есть отвечает по тому же самому протоколу, и направили IDE-шку смотреть туда вместо официального стора. И раздаем сейчас все свои плагины из приватной репы. Точнее, не репы, из приватного сервака, который эмулирует официальный стор на самом деле. Покопавшись в исходниках, и вот это вот все понадело. На этом у меня на самом деле почти все. Мы с вами вкратце пробежались по бэкэнду. КПХП, ПХП, Деплой, Продакшн, НОСС, СИПлюс, что-то куча всего было. Ну, в качестве такого, видимо, вывода можно сказать примерно следующее, что когда ты работаешь вот в большом гигантском проекте, ты в принципе все делаешь точно так же, как и в обычных, но чуть по-другому. Ты по-прежнему сидишь в IDE, но чуть по-другому. У тебя по-прежнему есть пайплайны деплоя, но чуть по-другому. Ты по-прежнему пишешь код, но делаешь не только это. Это и есть жизнь вот в гигантском проекте, в гигантском бэкэнде и у нас в ВКонтакте. Спасибо. 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 Спасибо.